Бабье лето Бабье лето пожалуй моя самая любимая пора Природа дарит нам еще несколько солнечных денечков И так приятно отправиться в очередное познавательное турне по нашим деревенькам А потом поделиться впечатлениями со своими друзьями Это я про вас, наши дорогие зрители Ну это торфяльники, земли неплохие Как обычно все показывают, урожайность они дают неплохую И в частности, если мы их приведем в порядок, это порядка 10 лет Только подкармливай, уход делай и получай результаты Земли много не бывает В колхозе авангарда Сиповического района осваивают торфяники и расширяют сельхозугодия Да, это эксперимент У нас тут в Белоруссии, по сути дела, еще никто не занимался А если кто и занимался, то в очень маленьких совсем объемах Там градку две Ценное растение из Восточной Азии В Белоническом районе зацвел и дал плоды женьшень Тут видите, как скала получилась хорошая Тут это дело техники, уже эта фантазия Береста она сама подсказывает, тему она подсказывает Неповторимая притягательность пейзажей из бересты Деревенька увидела, как природный материал превращается в великолепные картины Сельскохозяйственный праздник Дожинки набирает обороты Отпраздновать успели в Мстиславском, Горецком, Осиповичском районах А в минувшую пятницу главный праздник урожая состоялся в агрогородке Дашковка Могилевского района В Дашковку съехались не только победители жатвы, но и гости из соседних районов, а также трудовые коллективы В праздничной колонии шагают бренды Кто не знает, например, продукцию предприятия «Заря», которая уже давно вышла за рамки обычного сельхозпроизводителя Или «Восход», а еще агрокомбинат «Приднепровский» и «Вкусный бренд Петруха» Всего 18 рабочих коллективов, лучшие в районе Среди участников шествия ветераны, которые всю свою жизнь отдали сельскому хозяйству На дожинках вспомнили прошлое Сейчас намного легче на комбайнах Комбайны современные Все в кабине, не то, что раньше было Техника такая была, трудно сказать Лопаты, шуфли, вилы, корабли Это была техника Сейчас все механизировано И радовались празднику урожая, который дошел до каждого района Много детей, молодежи А мы уже старики Пришли порадоваться за них Могилевскому району есть чем гордиться Нынешний вклад в общий каравай побил рекорд За что и первое поздравление Всех тружеников района С достойным вкладом В рекордный каравай Могилевского района 156 тысяч тонн В рекордный вклад Каравай Могилевской области Миллион Пока Миллион 380 тысяч тонн Руководителям успешных предприятий Вручили дипломы и грамоты Как и победителям жатвы Среди них и семейный экипаж Корсаков Азари Владимира Старшего И Владимира Младшего Которых увидеть в костюмах А не с баранкой комбайна Большая редкость Счастливое утро Подготовка комбайна Подготовка Ждали погоду Погода в этом году не подвела Ну И до пасна Звоняемся вам Клеворобы За богаты Каравай Не высшет Рай Тем временем Могилевщина продолжает Праздновать дожинки Праздник заглянет В каждый район Миллион 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 Более миллиона гектаров Именно столько земель Возделывается нынче на Могилевщине Но это не предел Многие хозяйства Расширяют свои угодья Среди них Колхоз Авангард Осиповичского района Два года назад Тут приступили к освоению торфянников Эти торфянники В Осиповичском районе Не осваивались Порядка 20 лет Всего 250 гектаров Принадлежат они Колхозу Авангард Два года назад Здесь началась программа По миллионации Первый год Нашей работы На этих полях Значит 40 гектар С помощью миллионации Мы заложили торфянников В том году 60 гектар Дальше программа Здесь на этих полях Свернулась Но мы решили Не останавливаться И вот своими силами Уже в этом году Порядка 80 гектар Вы видите Хотим запахать И заложить Осваивать торфяные угодья Доверили механизатору Олегу Малевичу Заложение будем делать Поднимаем Типа как целину Торфянники Болот Запахать Обработать И оккультурить Засеять траву Чтоб сено было Чтоб коров Закручиваем Типа как болот И оно тогда Заворачивает Хорошо А так Некрасиво получается Все весь зерн Наверху Приходится Придумать Торфянники Подходят далеко Не для всех Сельхозкультур Специалисты Не рекомендуют Садить тут Картофель И сеять зерновые В то же время Торфяная почва Хороша для выращивания Зеленого корма С первых освоенных Площадей В этом году Получили неплохой укос Ну это торфянники Земля неплохие Как обычно Все показывают Урожайность Они дают неплохую И в частности Если мы их приведем В порядок Это порядка 10 лет Только подкармливай Уход делай И получай результат В ближайшем будущем Эти земли станут Кормовой базой Для дойного стада Сейчас в авангарде Идет строительство Нового комплекса На 576 голов Потепление климата Уже отразилось На сельских огородах Где успешно растут И возревают бахчевые А вот в открытом Акционерном обществе Новая Друзь Белынического района Создали свой кусочек тайги Где выращивают Женьшень В этом сезоне Он зацвел И дал плоды А уже в следующем году В хозяйстве Рассчитывают получить Ценные Женьшеневые корни Экзотическое растение Можно увидеть И у нас в деревеньке Для Беларуси Это вообще экзотическая культура Потому что она Нигде не возделается Вот у нас Одно хозяйство Которое занимается Женьшень Его посадили в саду Новой Друйте Несколько лет назад Со стороны Плантация Женьшеня Выглядит как Большой деревянный сарай Тут создали Подходящие условия От почвы до света Например Растения не переносят Прямых солнечных лучей Поэтому сделали Крышу с прорехами Убирают ее Совсем только зимой Чтобы растения Пережили холода Под снежным покрытием Да Это эксперимент У нас тут В Беларуси По сути дела Еще никто не занимался А если кто и занимался То очень маленький Совсем объем Там градку две 33 сотки Такая площадь посадок Женьшеня В белыническом хозяйстве Хлопот с ним много Иначе и не может быть Ведь Женьшень растет Восточной Азии И его выращивают Больше всего В Корее Китае И российском Приморском крае Тем не менее У нас Как оказалось Это возможно Если приложить Ум и руки После цветения В этом году Появились красные ягоды Которые можно попробовать Горько Горьковатые Но лекарство Что же не бывает Сладким И вкусным Женьшень Это лекарственное растение Которое Очень ценится Восточной медицине Считается Что женьшень Продлевает Жизнь и молодость И листья Они полезные И семена Но в основном Корень В основном Корень От всех болезней От всех болезней Кроме смерти Только мертвому Не помогает А так От всех болезней Особенно Мужикам взрослым Корни Женьшень Планируют Собирать В новой дыруйти Уже в будущем Сезоне Вот такой вот Крешок У нас Это уже Три года Немножко обломался Да? Да Немножко обломался А так он Как говорят Что корень Похож на человека Ручки И здесь ножки Правда похож на человека Стоимость килограмма Женьшени Для медицинских целей Сегодня 60 долларов Спрос есть И женьшень Может оказаться Прибыльным экспериментом Время и урожай Покажут Не перестает удивлять Нас своими талантами Жители Могилевщины Глядишь порой На ваши творения И думаешь Какой же фантазией И мастерством Надо обладать Чтобы превратить Ну например Кару березы В настоящие Великолепные картины Предлагаю увидеть Это своими глазами Все это великолепие пейзажей Сделано из бересты Казалось бы Совсем простого Но уникального Природного материала Может потому и название У этих работ Такие поэтичные Отражение Тихая заводь Свислочь Если в масле Или в акварели Можно Или убрать Или заменить Этот цвет Тут здесь уже Намного сложнее Это же На картоне И если Убираешь Ну естественно Пользуя Этот Картон портится И все Поэтому здесь Ну я считаю Что это ювелирная работа Берестой Светлана Дубинина Жительница Осипович Занимается лет 25 Уже за это время Научилась понимать Ее язык Цвет Чувствовать Каждый изгиб Природного материала Это вот видите Как скала Получилась Хорошая Здесь Это что Тут это дело Техники Уже Это фантазия Уже она Как Береста Она сама Подсказывает Тему она Подсказывает Вот я так Сначала Разложила Ее На этом Прикинула Тут водичку Сделала Там Вот так И получилось Заготавливает Материал Светлана Анатольевна Только с упавших деревьев После очередного Урагана Ремесленница Отправляется Как говорит В шутку Шкуру снимать Деревеньки Раскрывает Секреты Заготовки Посмотрите Вот две ветки Одна и вторая Одна на юг Получается Другая на север И вот посмотрите Какой оттенок Если ее Рассоединить Там будут Великолепные Светлые цвета Как у истинной хозяйки Береста у Светланы Анатольевны Разложена по коробочкам Поглядите сами Какое богатство оттенков Прямо как палитра у художника На глазах у деревеньки Начинает рождаться Новый пейзаж Передний план То есть это обычно Земля идет Можно использовать И такие какие-нибудь Нарости Вот на бересте Там где-то Знаете Получается Как пригорочи Какой-то Это уже фантазия Фантазия Которая Вот она Перед тобой лежит Свой опыт Светлана Анатольевна Передает ученикам Вот эти работы Сделаны из Обычных опилок То, что было Отходом производства Становится материалом Для творчества Мы просеиваем На мелком Сите Вот Потом красим Красим Гвашевыми красками И получаем Несколько цветов Также раскладываем По баночкам Говорят, что Дерево обладает Какой-то неповторимой Притягательностью И теплотой И хорошо, что есть Мастер, который поймет Язык бересты И донесет его До людей Быть может потому И завораживают Эти поэтичные пейзажи Слыхали ли вы гром в сентябре? Говорят, громовые раскаты В эту пору Предвещают теплую погоду Так что ждем Осенней музыки грома И рассчитываем на то Что бабье лето У нас задержится А программа Деревенька с вами прощается Следующая встреча Будет через неделю Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин